23 августа 2018 года братья куда-то пошли вот недавно дождик с утра шел сейчас 12 час уже да даже 1 час 15 на 1 дождик перестал пока мы слава богу потому что было уже недели две сухо прошел хоть как-то землю смочит яблоками сейчас занимаемся у нас несколько яблок в разных местах сейчас мы их собираем и обрабатываем такие конечно грызут здесь у нас яма было которых жили раньше калашникова нету яму сделали это малинник вот мы находимся на усадьбе калашникова здесь было не упасть только сюда но ты видишь какой большой бугор высокий ну метров полтора то наверное есть подъем учитывать этого места тут мешка и здесь такая трава густая густая а тут рядом малина если человек не знает он может споткнуться очень крепко и вот за малина тут малина зон даже вырваны нынче и здесь вот все заросшие вот так до самого конца до малины тут вот такой густой густой травой то и у нас тут валиния вот этот владимир юрьевич голендухин был он приезжал где-то из-под екатеринбурга тогда города режь да и он здесь берет с ребятишками я обычно предупреждаю тут яма это большой погреб бункер кирпичом бетоном надо вот этого земля насыпана тут наросло они уехали 13 лет тут никого не было а теперь это владимир александрича пащенкова усадьба здесь и он здесь пошел сюда за малиной когда меня я обычно предупреждаю и он вот так вот движется вперед вот здесь вот эта трава на стойме стоит все это не видно и там еще не было видно здесь а здесь а тут по краям из кирпича возле стенки стоят мы стоим здесь это вход сюда в этот бункер под под подвал и он шагнул туда он рост метр восемьдесят народа ну где-то да и он туда рухнул представьте бетона ничего не сломал он он весит немного весом такой сухощабый очень-то и не даже не не переломил ни руки ни ноги не голову не вообще даже ничего нету только бог где-то маленько ушиб горит и все я до того перепугался представьте мой ехать надо то это смерть мы тогда сразу же стали здесь все это вырвали траву видишь как сделали принесли как шпалы на шпалы вот это уложили то не прибитое это мы можем потом сойдем вниз и откроем первое прибитое и последнее чтобы теперь отсюда даже если трава растет и человек то спустился он по этим дальше никуда не упадет спасли я как иду сюда так сразу его вспоминаю поблагодарить бога написано за все благодарите вот у меня в жизни было не раз я падал или на меня что-то падала и каждый раз оставался живой оставался не только живой но вообще никакого повреждения не было я иногда вспомню так и вздрогнешь как я почему я остался живой даже даже объяснить и как нельзя и поэтому я хотел бы сегодня у нас 23 23 правильного года август августа 2017 года четверг поблагодарить бога и потом водой будет соответственно зайдешь и там даже далеко видимо мою голубяки что господь спас его здесь он удивленно смотрю на все это 5 18 1 петоникистам за все благодарите тем более за такое важное это даже вообразить невозможно страшно делается как он остался живой сейчас я а там далеко видать эти кучи большие это траншеи стилосные ямы были их видно боже милости будем не грешным создав имя господи помилуй меня бесчисла я согрешил господи прости меня грешного и помилуй владыка небо и земли наш любящий небесный отец слава тебе за твое великое долготерпение за молитвы святых за ангелов хранителей защищающих нас и охраняющих и ты брата нашего владимира сохранил без повреждения какое великое чудо ты сотворил на этом месте прости нашу небрежность невнимание как этим воспользоваться мог дьявол но ты не допустил этого посрамления господи господи слава тебе благослови там этого бы нашего брата укрепить детей которые были с ним и мысли всех на праву горнему и место это будет благословенным по слову твоему освети его воздай добром тем кто сто строил кто оставил это их там благослови и нас помилуй милости твоя ради хвала тебе и слава честь и поклонение за все отец сын и святой аминь аминь вот я вижу тут вокруг еще яма если оттуда взять вот попробуйте тебя и можно пройти оттуда и посмотрите где мы стоим а то почти до его головы наши ноги до а даже можно посмотреть мы сейчас посмотрим этот подвал что тут есть специально принесли тогда гнилые шпалы если человек будет заходить чтобы он споткнулся остановился и дальше не пошел если он ее в траве они он не бежит тут человек если маленечко коснется то тут беды никакой нет вот посмотрим вот это вот подвал вот она вон туда идет подвал может тебя туда спустить мне а дачу ну живешь ну давай посмотрим побольше убрать просто и все побольше убрать и все больше мы уберем все помогать вот туда маленько сторонку вот тут надо только шагнуть покажи какие стенки из кирпича там посмотри чего бетон и свет не включается наверное если включается можешь включить мы могли бы убрать даже это с прошлого года у нас еще баночки остались тут ой какие печные стенки железная труба лежит он в этом месте упал и там высота не полтора метра сверху конечно влага проникает когда-то видимо есть свет был свет был какая-то высота до наших балок вот здесь вот посмотри подальше вот так подойди а теперь вот здесь вот вы еще сюда выйди вот так опустить пониже на одну ступеньку вот так ты не достаешь едва и там еще сантиметров 20 метр шестьдесят чем у тебя ну как раз здесь метр семьдесят пять примерно такой оттуда да еще он хотел со туда и такой узкий проем он мог удариться головой зубами и губами чем угодно и ничего нету вообще никак не повредился там бетонные кирпичные я считаю это просто великая милость божия что все так благополучно обошлось вот это надо иди сюда слышишь никита то вот эту вот раз два три четыре доски они все в гвоздях какую скобку игнотик вот эту вручку назвать какие люди это все надо размонтировать возьмешь инструмент сюда подойди а это тоже убрать конечно чтобы они поврось были все гвозди вытащить и опять так положить богу слава когда вот так вот жизненно все смотришь то благодарение богу она как бы сглаживает все у тебя на душе легко я говорю брал уголь 6 утра и не перешагнул через это из углярки вылазить и как рухнул а ведра там впереди стояли в темноте я точно между бедрами лицом все бы расквасил еще нет с лестницы в прошлом году голубян взял две там вода и пшеница в другой горох полез скользко я с лестницы рухнул вниз и еще лежу руками ногами еще не стою ничего в снегу лежу еще целое все тогда давай подниматься вот так а то у нас смотри что здесь яблонька растет вот надо выдрать эту осталось липа маленькая сережа потом сетку вытащи оттуда вон ту немножко убрать чтобы никто не спотыкался липа так она дальше идет эта сетка нет ничего нету дальше дальше она туда идет дальше ну надо вдвоем я брать не буду больше что там такое железо железо это надо ломик сейчас же прийти это можно порезаться дети ходят здесь надо плиты от плиты да у нас сейчас возьмем с тобой или у ломика вы выворотим пожалуйста это что рябина вот она все тут печка у них была видать слушая у тебя рукавичек то нету карман а не надо ну-ка посмотри еще больше ничего нет так вот она еще вытаскивается и палочный залез малину как медведь кирпич выковырить кирпич под дерево под яблоню туда давай-ка мы эту плиту туда утащим или там что есть а это возьмем туда ближе к погоде рябинка уже покраснела очень готова чем алина уже почти нету да самый крупный куст малины крупные ягоды ну все слава богу да все